Зима – прекрасное время года хотя бы потому, что только в этих холодные месяца можно покататься на лыжах, коньках и, конечно же, санках. Кого-то устраивают небольшие горки в парках и возле школ, кто-то предпочитает в поисках более крутых склонов, а следовательно и острых ощущения выезжать за город. Правда, некоторые считают, что прокатиться с ветерком можно буквально в центре Рязани, ну, например, с вала, что находится на территории Кремля. При этом любители зимних забав забывают, что земляной вал является объектом культурного наследия. Он был возведен несколько веков назад, и подобное катание на санках способствует его разрушению. То, что мы видим сегодня, это лишь часть оборонительного сооружения, которое было построено для защиты средневекового города Переиславля-Рязанского. Раньше вал был намного выше, длиннее, и его гребень венчали деревянные стены и башни, которые уже в 17 веке были разобраны за ненадобностью. В 19 веке вершина вала была срезана примерно на 2 метра для обеспечения обзора храмов Кремля с территории города. Сегодня же, с каждым годом и без подобных кардинальных мер, вал разрушается. Конечно, отчасти виной тому естественные природные процессы, но не обходится и без негативного влияния человека. Дело в том, что если поверхность такого сооружения не задернована, то есть не покрыта травой, то эти процессы ускоряются и происходят намного интенсивнее. А почему у нас поверхность вала не задернована? В первую очередь, это вытоптанные прохожими, туристами, посетителями тропинки. И с каждым годом их площадь увеличивается, и в том числе растет количество промоен и других негативных явлений, которые поверхность вала разрушают. А что же происходит зимой, когда поверхность вала покрыта снегом? Дело в том, что после катания с вала на санках на его поверхности появляются углубления. Весной, когда снег растает, именно в эти углубления устремится вода, в результате чего образуются борозды. О недопустимости катания со склонов вала на санках четко написано на информационных счетах, расположенных на территории Кремля. Но, по всей видимости, мало кто их читает. А как вам тут катается? Страшно с такой горки? Немножко страшно. Скажите, а вы знаете, что это вообще как бы памятник, что тут нельзя кататься? Нет. Не знаете? А вот там информационные счеты везде. Вы их не читаете? Нет. А вы знаете, что это разрушает вал? Как? Как разрушает? Вот вы проезжаете, после вас остается след, да? И поэтому следу стекает весной вода. И таким образом идет разрушение верхнего слоя памятника. Печаль. И вы будете продолжать кататься, да? Уже. То есть вас это не интересует никак? Не интересует. Справедливости ради стоит заметить, что молодой человек все же ушел с вала, забрав с собой своего друга. Может быть, ребята действительно не задумывались о том вреде, который приносит. Однако, если кого-то не интересует судьба объекта культурного наследия, стоит задуматься о собственной безопасности. Ведь в основании вала есть железные трубы, колодцы, незаметные под слоем снега. Кроме того, внизу проходит дорога, по которой не очень часто, но все же проезжают автомобили.